мир всем мира и всем мир всем миром царь небесный утешитель духа истины ты везде есть весь мир наполняешь сокровищница благ и жизнеподатель приди вселись в нас и очисти нас от всякой скверны и спаси блага души наши господи просим тебя благословить наши занятия не допусти нам уклониться ни направо ни налево от истинного понимания смысла сохрани нас также просим тебя в любви друг к другу взаимопонимание всякий раз при ссоре ссоры удали от нас дай все услышанное со вниманием и верою принять и дай силы исполнить тебе же славу слоям отцу и сыну и святому духу ныне и всегда и во веки веков аминь во имя святого духа аминь во имя святого духа аминь сегодня 20 декабря 2019 год послание к римлянам 9 глава 6 стих но не то чтобы слово божие не сбылось ибо не все те израильтяне которые от израиля толкование я говорит распаляюсь от того что хулят бога и потому высказал желание чтобы все спаслись но если не все спасутся то отсюда не следует будто бог солгал в обетованиях данным отца и не сбылось слово его он исполнил обещанное хотя хулите ли и говорят что он одним обещал а другим дал слушай дальнейшее так вопросы ну для тех кто не был на прошлом занятии или под забыл я напомню о чем тут толкователь говорит насчет вот я говорит распаляюсь от того то есть павел распалялся как он распалялся он предлагал богу да да вы его братья по пути спаслись ведь лучше меня от лучи от царства небесного только чтобы они были спасить в этом было его распаление толкователь нам говорит что что он делал это потому что хулили бога вот он как бы за бога заступается этим что мол язычников избрал бог обещал то нам иудеям то есть бог солгал и поэтому он как бы утешая иудеев говорит да ничего он не солгал и сейчас он будет он это доказывать им что не было лжи обетование просто они не так его поняли римлянам 9 7 и не все дети авраама которые от семени его но сказано высоя высоаке наречется тебе семя толкование бог говорит исполнил обещанное он сказал тебе дам и потомство твоему бытие 13-15 итак посмотрим какое это потомство не все происшедшее от авраама суть просто потомство его и не все происшедшие от израиля суть израилетяне но родившиеся по примеру исаака и знаменитые добродетелю израиля через которую он видел бога ибо не сказал который от иакова но от израиля опомянув о почтеннейшем имени итак если уразумеешь кто рождается по примеру исаака то найдешь что обетование не ложно ибо таковым даны обетование поэтому бог отнюдь не заслуживает хулы что он сказал то и исполнил хотя некоторые и не понимают этого римлянам 9 8 то есть не плотские дети суть дети божие но дети обетования признаются за семя а слово обетование таково в это же время приду и у сары будет сын не я говорит объясняю тебе толкование не я говорит объясняю тебе что такое истина семя авраама но ветхий завет который говорит высааки наречется тебе семя бытие 21 12 посему кто родился по примеру исаака то есть по обетованию те поистине сути дети авраама а на и паче божие ибо все совершалось словом божиим и исаак родился не по закону и силе природы но по силе обетования в это же время приду и у сары будет сын бытие 18 10 и так исаак образован и рожден словом божиим так и над нами чадами божиими в купели водной как бы в аутробе произносятся слова божие которые и образуют нас потому что мы крещаясь во имя отца и сына и святого духа рождаемся и как там бог обещал рождение исаака и потом исполнил он так и наше рождение обещал он через пророков и потом привел оное в исполнение поэтому слова высааки наречется тебе сли семя следует понимать так семя авраама суть те которые родились по примеру исаакова рождения то есть словом божиим следовательно слово божие сбылось но бог даровал обетованное истинному семени то есть верующим из язычников сделавшихся чадами божиими как и исаак потому что и они от обетования если же иудеи скажут что слова высааки наречется тебе семя означают то что родившиеся от исаака прочитаются всеми авраама то следует почитать и и думеев и всех происшедших от него потому что правотец их исаак был сын исаака но и думеи не только не называются сыновьями авраама но даже весьма чужды израильтянам и называются иноплеменниками комментарий игнатия тихоновича лапкина сегодняшнее учение в православной церкви о рождении свыше совершенно не сходится со священным писанием или даже отсутствует утверждают что рождение происходит от воды и духа но нет ни того ни другого душа не оплодотворенная семенем слова божия не может никогда родиться свыше поэтому все что делается в крестильных комнатах есть не рождение а удушение если бы даже крестили в полное погружение также не научая то ситуацию это нисколько не выправит был сухой мертвый грешник а ушел мокрый мертвый грешник пожалуйста у кого есть вопросы дополнение комментарии я вышел сухим мокрым грешником что-то плохо слышно тебя еще раз да у меня с интернетом что-то я говорю вот на примере меня допустим вот я вот вышел мокрым какой зашел таким и вышел мокрым облитым там как сказать да окропленным грешником да то есть грехи у тебя в таинстве крещения не были не были оставлены не не были погружены то есть душа твоя не была обладательна словом божием через которое бы ты уверовал что в крещении прощаются и надобно их оставить что значит оставить больше никогда не делать то есть крещение это обещание богу доброй совести что такое совесть это тот участок души через которое слышится голос божий а голос божий он всегда дух святой ведет нас к тому чтобы мы спаслись чтобы мы не грешили чтобы оставили грех вот есть такое стихотворение крошка сын пришел к отцу и спросила кроха что такое хорошо что такое плохо вот отец небесный он нам в духе святом рожденному свыше указывает как поступить разницу между добром и злом между грехом и праведностью между правдой и ложью дух святой его руководит если этого не было начни все сначала вот то я и сделал благословен ты у бога благодать вызывающая коснулась тебе осталось тебе еще две ступени хочу добавить аминь если в интернете выйти Игнатий Лапкин набрать то там ну разные там есть ролики и среди них там есть ролики где православные батьки попы они там про Игнатия Тихоновича говорят и отмечают одно что он настойчиво проповедует необычное православие это как бы какой-то догмат говорит о рождении свыше и над этим значит пытаются как-то ну там не знаю кощунствовать или еще что-нибудь то есть рождение свыше вообще не принимается православие никак то есть то что сейчас вот было сказано простыми словами этого нету у них вообще нигде православие если вы придете в храмы там никто не будет с вами говорить о рождении свыше ни один человек подтверждаю я тоже как-то пожелала о рождении свыше мне только батюшка улыбнулся и все зато зато будут вам говорить когда храм построен сколько там священников было кто когда умер и так далее об этом будут постоянно говорить на занятиях вообще а слоя Божия нету вообще я без конца слова втыкаю стихи из Библии и потом батюшка говорит вот да вот да типа подтверждает а сам ни слова не говорит так обидно на это как Никодиму Христос сказал так же и можно им сказать насчет рождение свыше то есть и ты ли учитель израилев этого не знаешь вот так же и наши священники они учителя и этого не знают аминь продолжим римлянам 9 10 и не одно это но так было и с Ревеку когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака отца нашего толкования доказал уже что хотя у Авраама было много разных потомков однако семенем его назван Исаак и те которые рождаются подобно ему теперь говорит это можешь видеть не на Исааке только но что важнее на братьях родившихся от одного отца и от одной матери и при том близнецах то есть на Исааве и Иакове и они получили не одинаковые права но один избран а другой возненавиден поэтому не спрашивая почему Бог избрал язычников и сделал их семенем Авраама паче же божиим а евреев отверг вот еще один пример то есть там-то разные колена понятно то есть иноплеменники тут можно как-то плотское родство брать за основу то есть они же по плоти эти родственники апостола Павла возмущались то и он как их не родственник хотел их него спасения но он доказывает ну для того чтобы вам спастись вам нужно родиться свыше от слова божия подобно вот Исааку подобно вот эти два Исаака Исаакова возлюбил и Акова возненавидел наоборот Бог избирает благодать призывающая она от Бога но это не значит что от нас теперь ничего не зависит что вот как мусульмане учат вот об этом сейчас дальше будем читать римлянам 9 глава с 11 по 13 стихи ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел но от призывающего сказано было ей больше будет в порабощении у меньшего как и написано Иакова я возлюбил а Исава возненавидел многие толкования многие говорили почему язычники предпочтены иудеям ибо никто не мог сказать за добродетель потому что все согрешили язычники тоже согрешили с чего ранен Бог такой вот у них вопрос апостол собирает много затруднений не постижимых для нас но постижимых для одного Бога сначала представляет что между двумя братьями близнецами избраны избран не за добродетель возненавиденный возненавиден не за порочность ибо они не сделали ни добра ни зла потому что находились еще в утробе матери но по избранию по предведению Божию один избран и возлюблен а другой возненавиден как и пророк говорит я возлюбил Иакова а Исава возненавидел малахи 1 2 да вы все было делом Бога и его избранием и предвидения но что я говорю об этих лицах все израильтяне славили тельца но одни наказаны а другие нет и фараон поистине был жесток но и другие многие также были жестоки почему же наказание постигает его одного видишь ли что это непостижимо для людей но постижимо для одного Бога так и избрание язычников и отвержение иудеев представляется нам не основательным а в очах Божиих то и другое весьма справедливо таков смысл всего настоящего места продолжим чтение или у кого-то есть поэт я хотел сказать вот у мусульман фараон называется фираун и там про него немного сказано фираун 14 стих что же скажем неужели неправда у Бога никак следовательно Бог справедлив и по отношению к нам язычникам и по отношению к иудеям 15 стих ибо он говорит Моисею кого миловать помилую кого жалеть пожалею толкование присовокупляет как и выше сказано и другое изречение из Ветхого Завета доказывая что один Бог знает кто достоин чести и кто наказания хотя все равно согрешили когда слили тельца однако Бог одних помиловал других предал левитам на убиение и Моисей великий пред Богом не знал причины а ты доведываешься причины почему язычники предпочтены иудеям хотя были грешниками впрочем Павел мог высказать причину эту как и высказал в другом месте что израильтяне думали что они оправдываются делами а язычники полагали что они оправдываются верой и благодатью однако не высказывает ее теперь с избытком заграждая уста любопытных и убеждая не испытывать судей божьих судеб судеб судьба 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 лучше лучше вопросы не задавайте запутаемся давайте прочитаем что такое обетование боже божественное обещание человеку каких-либо милостей данное в откровении подразумевающее божественную гарантию его осуществление вот что такое обетование земля обетованная чтобы попроще было а то сейчас земля обетованная была дана и евреям и вот они туда шли для того чтобы они там жили и благоденствовали в слове божьем под его защитой да вот но мы сейчас как бы не о земле рассуждаем а обетование каком о чем спорят иудеи что нам обещал избрание а тут какие-то язычники что это он нас отверг с чего ради язычники в чем праведнее нас и вот апостол Павел то доказывает что вы лучше не не рассуждайте так и можно такое же место вспомнить кто ты глина что споришь с горшечником у одного бога одни сосуды в почетном употреблении другие в низком и он напоминает тут два брата близнеца какая разница того от одного отца от одной матери одинаково их воспитывали в одной семье нет вот бог так решил да и аминь и не надо на бога роптать и хулу на него возводить римлянам 9 16 и так помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося но от бога милующего толкование исаак исаак хотел благословить исава но иаков толковать нельзя колокольчики начались бит во сне что бит зашло между молодой и первоклассе блед толковать и и и и и и и утожает свободную волю но на самом деле нет отмет говорит что он связи рассидел момент схем terms более г о и что он построил весь дом так и о боге говорим что все его дело хотя бог имеет нужду и в нашем произведении он совершает он и венцы дает он и осуждает поэтому и говорим что все дело бога вот то есть в нашем православном понимании да мы согласны что все дело бога он избирает он кому надо помилует кого надо пожалеет кого не надо накажет все от бога но нужно и наше произволение произведения понимаете еще такое никто не я не бог тебе не поможет если ты сам себе не поможешь то есть вот эту волю человека свободную бог не отнимает ни в коем мире если человек захочет быть в аду он будет в аду захочет быть в раю он будет мне кажется тут слово произведение ошибка допущена произвали да это произволение просто тут два две буквы 3 до произведение это очень редко встречающиеся слове божьем такое то есть наша должна быть воля на это то есть произволение то есть на волю должны изволить так скажем чтобы бог спаси меня молиться ему просить и сам боговый спросите и дано будет вам ищите найдете чего бы не попросили все дано будет вам а если человек не нуждается в милости божией ну это его вывод можно добавить здесь я думаю что здесь похоже на жизнь адама вот адам когда господь сотворил рай поселил его там и наделил всем даже дал ему помощника по его способностям по его характеру по его так сказать силе которую господь ему дал по его духу а дальше получилось падение то есть всего лишь одну заповедь он не исполнил а если бы он исполнил то он бы стал именно таким человеком которого господь видел видит сейчас в христианах тех кто исполнит до конца заповеди блаженства и и дальше не закончилось с этим дальше было изгнание дальше были испытания из искушения и как мы сейчас видим нам напоминать каждый вечер в субботу читается шестопсалмия или еще плач адама перед райскими вратами и далее мы видим прощение адама и когда господь в субботу висел на кресте плотью свое сошел господь в преисподние места где уже не было сатаны потому что сатана был связан уже на голгофе как мы знаем и брошен в эти места скованный то вы был выйден адам скажем только про одного дома ну и про его нарядом видать стояла плакала то есть про отцы были спасены то есть вот она это произволение сначала когда человек свободен ничего не понимает а дальше начинается испытание и только мы можем господа прославить что мы не ангелы потому что нам дано дано это вот это право выбрать это произволение еще раз даже когда мы отказались вначале а те 1 3 ангелы которые пали так и не смогут этого сделать этот выбор и вот этот фильм монахи бесы там как бы получают в конце получается что без как бы покаялся на самом деле там этого нету не покаялся просто продолжу свое шествие по земле чтобы искать из из курт кому-то искали искушение доставлять верующим ну все можно это внести немножко можно подтолкование от произведения и к иначе подошел там дело то что он где что-то вначале то приводится пример о постройке дома что это слово правильно употреблено просто здесь идет речь он не только о нашем произвольне а то что мы участвуем в этом то есть мы делаем произведение наше сделание в деле божьем да у как строительство какое-то да 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 производим дом под названием спасения то есть ну по нашему произволению делаем произведение да то есть произволение это волевой акт волевое действие человека вот но если строителю дома никто не будет помогать его ему его и не построить братья место описания сейчас помоги мне правильно нет я привожу его вы как это а написано как там духовные камни или как там место описание говорится о строительстве именно апостол павел да ну каждый смотри как строит то есть можно строить первых основания должно быть в этом доме основания христос кто строит из соломы или из камня из дерева дела там могут и сгореть дома сгореть то есть даже должна быть на это добрая воля добрая воля на то чтобы господь нас спас вот иудеи они этой доброй воли не проявили поэтому господь их и отверг а избрал язычников римлянам 9 17 ибо писание говорит фараон для того самого я и поставил тебя чтобы показать над тобою силу мою и чтобы проповедано было имя моё по всей земле толкование как и сливших тельца рассуждают одни спасены и другие наказаны когда один бог знал кто достоин спасения и кто наказание так хотя много было и других порочных однако гневу божию подвергается один фараон для того самого говорит я и поставил тебя то есть выставил тебя фараон на вид чтобы через тебя сделалась известная сила моя и многие обуздали себя слыша об имени моем как правосудном и мощном по всей земле все же не для того самого то есть для какого-то действия до до того самого да я самого сказал да да для этого дела и он и поставил фараона чтобы на нем показать всей земле его могущество вспомнив какие казни были страшные вот и читающий сегодня и верующим в слову уже ужаснется скажет нет я не хочу как фараон я склоню голову мою перед богом дабы не постигли меня те кары которые простигли фараона и вот когда мы на удре болезни или еще какая-то там война случается или бедствие несчастье есть такая поговорка беда до порога мы до бога но фараон он долго очень долго господь его были у него поползновения вроде все отпущу народ а потом последний момент опять на старое как говорится взялся как пёс возвращается на свою блеводину так и фараон не мог никак и так римлянам 918 и так кого хочет милует а кого хочет ожесточает толкование выводит заключение доказывает что у бога не должна требовать отчета бог кого хочет милует как поступил с израильтянами слившими тельца а кого хочет ожесточает так случилось с фараоном что же значит ожесточает казалось бы это нелепо но о боге говорится что он сделал жестоким грязное сердце фараона подобно тому как солнце делает жесткой грязь каким же образом долготерпением ибо он делал его жестоким являя к нему долготерпение здесь случилось подобное тому что бывает когда кто имея у себя порочного слугу обращается с ним человеколюбиво чем человеколюбивее обращается с ним тем худшим делает его не потому будто сам научает его пороку но потому что слуга пользуется долготерпением его к увеличению своей порочности потому что пренебрегает долготерпением тем вот такое замечательное толкование вот она и ювенальная юстиция почему я про него вспомнил вот при призываю тут к этому долготерпению не чтоб сразу как говорится взял за ухо поставил ухо отодрал все покаялся больше никогда не делает раз простил два простила ребенок наглеть потом начинает и еще худшим делается также вот и подобие этим с фараоном и очень хороший пример солнцем да вот она греет она ни в чем не виновата что его сердце грязно сделалось просто долго терпел и жарила эту грязь и она сделалась как камень ожесточилось его сердце ты бог в этом не ничуть не виноват но другой высота надо было раньше его наказать помогло бы это боже видел что может быть и не помогло поэтому надеялся как бы к совести призывал но совесть у него не оказалось но бог в этом не виноват то есть он не ожесточал его сердце бог просто долго терпел и нас было долго терпит и мы всегда молимся благодари тебя боже за это тихое мирное время что есть возможность проповедовать в интернете спасать свои души души ближних такой свободы в россии не было никогда как сегодня и нужно этой свободой пользоваться на всю катушку иначе бог за эту свободу с нас просит думаю нельзя сказать что не ожесточал поскольку написано ожесточил значит ожесточил но ожесточил как любовью то есть долготерпением именно вот этим и ожесточил это действительно пример то вообще идеальный год солнцем который греет все то есть греет она греет дает то есть жизнь всему а допустим если ты глина то ты встанешь жесткий от этого то есть так как фараон был глиной то есть у него сердце было какое-то вот оно и ожесточилось до вот почему и когда человек можно добрать почему и тут говорится про долго терпения боже что человек который живет живущего грехах он как доходит до осознание что нет богата то что он сперва вы об этом подумал потом уже начинает говорить потом делать уже противодействовать верующим людям и смотрит никакого наказания то нету что его молния то в этот момент не ударила как там про какого-то приводили безбожника который гид вот доказательства того что бога нет пускай у меня течение трех минут меня там ударит молнии ничего этого не произошло значит нет никакого бога то есть это а он не знал что долготерпение идет ему больше как у апостола петра об этом сказано что господь терпит а люди думают что нет никакого обетования что где его второе пришествие как бы так задаются таким вопросом это просто человек и любви долготерпение божия вот ты брат сейчас сказал о молнии что вот нас она не ударяет поэтому вот и все хорошо я был на собрании давно еще до знакомства сыгнаем тихонович я об этом своем обращении писал что я был на собрании у свидетелей иеговы был мне по телефону звонок как вы считаете можно доверять такой книги как библия и груда ну тогда приходите и вместе изучать и там как раз пастырь он такие слова произнес вот видите ничего же не происходит в доме культуры там а перед этим по моему было он как бы оправдался почему он не в храме проповедует почему то у них нет не так как все же понимают что есть храмы православные почему то не вот так отдельно собираются раз вот грома молнии нету значит бог с нами а вот почитал год это толкование ты просто бог вас долго терпит кто терпел 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 потом вот раз их в россии признали уже как дворкин говорит там тоталитарная сект или деструктивный или какой-то что ложь проповедует римлянам 9 19 ты скажешь мне за что же еще обвиняет его кто противостанет воле его толкование апостол как я неоднократно сказал всячески старается доказать что распоряжение и суды божие известны одному богу и потому везде собирает множество затруднений и не предлагает решений чтобы поставив слушателя в затруднительное положение убедить его что распоряжение и суды божие не постижены для человека и превышают его разум смысл настоящего места следующий апостол представляет возражение и недоумение если бог ожесточает кого хочет то за что же еще обвиняет он грешника ибо кто может противостать воле его захотел он и ожесточил а ожесточенный согрешил по справедливости как же ему богу обвинять и наказывать его такое именно представил апостол возражения чтобы показать что недоумение об этом может разрешить один бог почему и не решает его сам но заграждает уста недоумевающему говоря римлянам 920 а ты кто человек что споришь с богом изделия скажет ли сделавшему его зачем ты меня так сделал толкование видишь ли как останавливает безвременное любопытство налагает узду и научает знать различия между богом и человеком а ты кто разве ты участвуешь с богом в правлении разве ты судья того что он должен делать или не делать говорить что это следует сделать так а это иначе значит препираться с богом и действовать на перекор ему но этого отнюдь не должна делать а должна с покорностью принимать сделанное богом как бы она не была сделана 21 стих не властен ли горшечник над глинаю чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления а другой для низкого толкования пример этот употребил павел не для того чтобы уничтожить свободное произволение наши и представить нас недеятельными и неподвижными но для того чтобы научить нас как нужно покоряться богу и оказывать ему глубокое и безмолвное повиновение как горшечник рассуждает из одной и той же глины делает что ему угодно и ни один из засудов не противоречит ему так и ты не спрашиваю бога почему он людей хотя они одного и того же рода одних наказывает а других награждает напротив благоговей пред ним и подражай глине как то покор на руке горшечника так и ты покорствуй определению распорядителя вселенной знай же читатель что как в сосудах не от глины зависит что ибо иное выходит на почетное а иное на низкое употребление ибо глина одна и та же но от употребления пользующихся изделием так и в людях не от природы зависит что одни достойны наказания а другие наград ибо природа одна и та же но от произволения вопросы но вот мне на что хотелось обратить внимание вот на эти словах но от употребления пользующихся изделия вот одни для почетного употребления на другие для низкого то есть из глины можно сделать ночную вазу в которой мы по ночам ходим по большому и по маленькому а можно сделать кувшин в которой будет храниться ну я одни там не знаю там ну что-то там пшеница например или там ну что-то полезное там и вот мы то люди вот нами пользуются мы изделием такие божии есть такая песня светланы копылова я всего лишь кисточка в божьих руках и когда ты вот себя этой кисточкой ощущаем в божьих руках ты можешь рисовать у тебя будет благодать от бога ты будешь великим художником но когда ты возьмешь о себе что ты без бога можешь все у тебя бог отнимет все таланты даже те которые ты думаешь ими и вот когда бог то как бы избирает но человек сам тоже вот это вот и говорится о воле человека свободны то есть как тобой будут пользоваться и если ты будешь полезный сосуд для людей для ближних своих то бог тебя благословит а если ты бесполезен то и все ты достоин наказания римлянам 9 глава ну это вот на сосудах может быть непонятно но все сосуды они как буду все полезным в любой можно что-то положить но пример здесь лучше с бесплодным сухую ветвь отрубает и бросает в огонь пекать ее пользу ждешь 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 но нету яблок нету яблока на соки то сосет поразить такой отрубила вжог все дальше у тебя больше урожая будет ну и тоже на этой же опять же на этой же ветки тоже долготерпения божие говорится подожди не срубай давай еще год давай в навозе может надо плодоносит давай давай также и бог долготерпит ждет от нас плодов покаяния сотворите же достойные плоды покаяния то добрые дела то есть не просто нужно из перестать грешить то начни начать делали добрые дела противоположные тем грехам который ты раньше делал будучи в неверии римлянам 9 глава 22 24 стихи что же если бог желая показать гнев и ведь могущество свое с великим долготерпением щадил сосуды гнева готовые к погибели дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия которые он приготовил к славе над нами который он призвал не только из иудеев но и из язычников толкование заградив уста любопытному дает теперь решение смысл сказанного такой фараон был сосудом гнева то есть человеком который своим жестокосердием воспламеняет гнев божий его бог щадил то есть сносил терпел ибо сподобил его великого долготерпения но он воспользовался этим долготерпением к ожесточению и сделался сосудом способным принять гнев совершенным к погибели то есть приготовленным к ней от самого себя и по собственной своей воле потому что не отпустил ничего служившего к его погибели но сделал все что влекло его к погибели иначе щадил то есть выставил на вид чтобы как чтобы так как он не сделался лучшим от долготерпения наказать его и показать собственное могущество дабы от этого другие сделались лучшими как наказав его сделавшегося со сосудом гнева по собственному произволению бог показал свое могущество так помиловав много согрешивших но сделавшихся достойными милости язычников явил богатство славы своей не сказал человеколюбия но славы ибо совершенная слава божия состоит в том чтобы миловать далее которые он приуготовил то есть предвидел и не сказал спас всех язычников но из язычников то есть некоторых поэтому не соблазняйся иудеи вот и из язычников одни милуются а другие нет римлянам 25 26 как и у оси говорит не мой народ назову не мой народ назову моим народом и не возлюбленную возлюбленную и на том месте где сказано им вы не мой народ там названы будут сынами бога живого толкование иудеи могли сказать ты павел обманываешь нас говоря это посему приводит у оси который вас который взывает и говорит не мой народ назову моим народом кто же это был не его народ язычники а кто не возлюбленная церковь языческая однако язычники стали народом и возлюбленными даже что важнее сынами бога живого если кто скажет что это сказано об иудеях видших себя неблагородно но потом приняты в благодать то такая речь не вредит нашему объяснению ибо если принятие это произошло с ними то что воспрепятствовало произойти ему с язычниками вопросы понятно все римлянам 9 27 а исая провозглашает об израиле хотя бы сыны за израилевы были числом как песок морской только остаток спасется толкованием не удовольствовался указанием на оси но приводит во светили и исаию который провозглашает смело и безбоязненно что спасутся не все израильтяне но достойные спасения ибо это значит остаток то есть избранные которых бог оставил и отделил как достойных говоря как песок морской напоминает им о ветхозаветном обетовании которого они сделали с недостойными и так не тревожьтесь будто обетование нарушено все пророки предвозвещают что не все достойные спасения римлянам 9 28 ибо дело оканчивает и скоро решит по правде дело решительное совершит господь на земле толкование теперь показывает как спасется остаток и говорит что не нужно трудиться далеко ходить и утомлять себя делами законными бог говорит приводящий к концу и коротким способом совершающие слова веры по всей земле сделает это по правде то есть чтобы оправдать принявших она если устами своими будешь исповедовать иисуса господом и сердцем своим веровать что бог воскресил его из мертвых то спасешься римлянам 10 9 вопросы 9 глава 29 стих и как предсказал исайя если бы господь саваоф не оставил нам семени то мы сделались бы как садом и были бы подобной гаморре толкование сказал что спасется остаток теперь объясняет что это значит и говорит что бог оставил нам избранное семя и хлеб его слова оставил употребил вместо избрал так что если бы бог не сохранил он его то мы подверглись бы истреблению подобно садомлянам и гаморре нам как осужденные за грехи свои 30 31 стихе что же скажем язычники неискавшие праведности получили праведность праведность от веры а израиль искавшие закона праведности не достиг до закона праведности толкование здесь дает самое ясное решение показывая почему язычники приняты а израильтяне отвергнуты язычники язычники говорит держась праведности от веры действительно оправдались а израильтяне непрестанно ища закона праведности то есть закона дел не достигли до праведности потому что закон состоящих из дел не в состоянии был оправдать именно 9 32 почему вопросы у кого-то немножко сказать пожалуйста я хотел сказать вот что израильтяне искали праведности закона этого и никто его не достиг но вот один человек ну как бы по по преданию будем говорить считали что он достиг это брат по отцу по иосифу иисуса христа господа нашего яков и его поставили первым епископом в иерусалиме и его убили об этом написано в книге деяния апостолов и убили его иудеи хотя они его очень сильно почитали говорят что он так много молился что у него на коленях были такие мозоли как у верблюда на коже и вне просто убили а зверски убили скинули его с храма и потом палками забили вот вот что привело как в этих поисках закона праведности единственного человека которого можно было назвать правильным по закону они же и сами и убили все 32 стих почему потому что искали не веря в делах закона ибо приткнулись а камень преткновения толкование знаешь что они искали оправдание не верит но будто бы в делах закона примерно в 9 33 как написано вот полагаю сегодня камень преткновения и камень соблазна но всякие верующие в него не постыдится толкование притыкается тот кто засматривается на что-нибудь стороннее и не обращает внимание на то что у него под ногами так и иудеи засматриваясь на закон преткнулись а христа то есть не уверовали а камнем преткновения и камнем соблазна назван христос по отношению к концу и расположению не уверовавших ибо сам по себе он положен в основание и опору потому что говорится верующий в него не постыдится исае 28 16 язычник ли то или иудей так что все совершает и оправдывает вера а не дела имеется ввиду дела закона потому что есть дела которые мы христиане делаем уже по вере и без этих дел на одной вере тоже не уедешь далеко что вера без дел мертва дела дела закона из дела другие дела дела христианские добродетельные дела подтверждающие твою веру христову голодного накормили больного посетили чему господь и чего больных исцеляйте бесов изгоняйте вопросы к игнатию тихоновичу пожалуйста если по прочитанному нет час прошел вопрос к игнатию и 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 еще как там брата андрей у меня вопрос посмотрел ролик его как он приехал к не проезжал она живет у меня часто задержался на работе там речеса подъедет о чем ты писал это ему привезет компьютер чтобы здесь и работал тут я не вижу меньше кого-то нету есть есть еще сказать тут у меня тема одна такая большая разбор выступлений вот когда свое закончить чем занимаешься можешь перейти это самая большая тема вещества сейчас вот подготовил эти фото рисунки там я разбираю по 60 речей пишу по 60 вопросов которые задавали бывшего митрополиту кириллу потом стал патриархом патриарху алексии старобряшевский адриан надо посмотреть где это хотя это уже в другом месте козлов там есть юрасов насчитывать надо как они отвечают и дальше я делаю завещание комментарии вы сказали вячеслав сделал обложки разные по всем вопросам или опять одну на всех на обложке это другое дело тут насчитывать надо вячеслав как раз и говорит у него получается хорошо да считает без ошибок считает ясно четко такой голос командирский диктор центрального телевидения православного я по рекомендации вячеслава это говорю то что я не загляни на нашем сайте картинки уже готова пять картинок заготовил вячеслав да я там еще сейчас скинул он еще сюда делаю после занятий ну хорошо анатолий вы здесь анатолий добить некоторые взяли и пока ничего не сделали я не знаю там вот виталия тоже что-то остановилась надо доделать и сама себя проверь там это вячеслав закончена какая папка скажи библия закончена будущее а то я не знаю потому что мне весь экран забивается надо закончить папку то я другие наполняю а потом буду по 15 штук выставлять сам я даже в администрации не посылаю сам все делаю нет еще не закончена пока библия точно закончен страшный суд полностью пока если долго нету я эти папки в отдельную корзину складывать для себя сделал а то потом изъять могу оттуда надо закончить тема большая важная и многое дает всем кто считает они даже не скрывают это я не вижу елена града ищу там кто еще как-то тихо идет у них вопрос я живу в москве сейчас ищем где крестить жену я видел видео про у вас кирилл сахаров в москве не брат один посоветовал его а тут недавно вчера буквально я смотрел ролик где он рассказывает про афонского там старец такой есть берестов да вот вопрос задавал группе как вы можете вот это все вообще одобрить освещение не зачем это нужно то я не знаю там и был там не было как меня он не задает тем более через каких-то подставных я никогда это не делаю делать говорят говори они когда здесь действительно там наши люди вот я был у кирилла сахара и там у него на площади на этой дома перед домом там столы вытащили люди задают вопросы он сначала вступительную часть сделал это все в интернете стоит замечательно а потом отдельно пошли там к вечеру подошли сербы тоже начали вопросы задавать там один прям вот весь прям весь видный горит не безразличным тоже пожилой ревностный и так время прекрасно прошло у них там здесь кто-то задает от меня часто бы этот а такая книга еще сказать это же книга или вот выступают я вижу а если ролики просто без пояснения незнакомые их вообще не вскрываю это опасно у меня очень хорошо все работает честно компьютере а сколько раз было сшибает все зачем мне это комментировать ну одно другое дело написал бы он говорит вот так а на деле как в песенном виде тогда я могу сказать я вижу что человек монах раз монах значит сидит на месте ему по должности должно быть а для меня это ничего и нету я и смотреть не могу досиделися появился ислам 2 миллиарда сектантом не проповедовали не ходили люди из церкви пошли туда а сейчас их уже больше чем 500 миллионов говорят а православство там 200 не набирается вы все мире все уже до хуже то некуда католиков там миллиард ну да к тебе ну командным составом пришел там проглотил обладку то ну и все все бритые там живут по-мирски если бы свидетельствовали о боге тут бы так не просто оборонят позади как вот мой молодым молодежь смотришь еврейская они усы не подбревают как исламизированное исламе они ничего не знают а те знают они изучают по книге та книга которая у нас есть тора эти книжи у тебя сейчас сколько все занимаюсь и выход ну никак без этого нельзя не обойтись и мусульмане разное то какие же они он восстает говорит так вот это испортили у вас там написано не так было то есть друг у друга берут он не проверить не может не сравнить он абсолютно ну не зря щурками звали зовут везде щуркой ничего не знают притом все может быть 12 только на 2000 человек найдется который считал свою книгу не нашу господь дар и даром спасения восстают как можно восставать евреи восстали такой не воскрес дали воинам деньги а эти еще глубже полезно он и не умирал но евреи этот вариант не брали потому что перед всеми иерусалимом было все это видели это а вас не правильно написано было то есть не какое-то место писания сравнивало толкование еще не то просто неправильно и сколько раз переписывали библии сколько раз сколько раз он переписывали но еще нет не то а переписывали чтобы испортить но если верующий как он может спортить то когда богу это не угодно что ты сделал то ты думаешь и говоришь это умышленно вон божье письмо бы портил а потом шел умирал за эту идею вот дурные дурные даже не думал и думал как-то не так а не вот это сейчас он ближе то сталкиваешься и видишь вообще ничего не знает один будут в башке у меня от код здесь оденут два кота у меня ни о чем не думают от кошки с ума сходят и другого бьют так это голову резать да блудить она и проистекает из этого учения другого то нет нет испортили игру воскрес за это они шли умирали у вас спасителя нету не спаситель это он там прощает бог не может прощать потому что возмездие за грех смерть 623 у них понятия никакого нету вообще никакого я показываю книгу и смотрите он считать не может надо там две строчки не может прочитать на 2000 человек один что-то так про мемлил а другие даже а я это не знаю это арабский вот когда близко посмотришь и как им помочь ты не знаешь у них я начинаю так и говорит она где-то где-то такие грубые я только перекрещусь он кверх ногами падает и больше его не видать как перекрещусь а он даже еще пол слова не сказал сразу раз все закрылся закрылся сидит там караулит бабе вонь зачем тебе это нужно четырех не хватает жен у нас это считается глубочайший развратник а у вас святой но у нас совершенно разный подход то да у них понятия святой по моему то и нету даже там у них ученый понятия сам высокая вообще не знает рождение свыше проще вообще понятия никакого а вот как бог он один а кто он там стоят за товарищи написано три на небе свидетельствует троица простое ощущение было бы как как оглобля ничего на ней не растет и нет вот и жезл аронов расцвел как он мог расцвести когда он сухой был жезл то он же обтесанный коры нету посох и вдруг он расцвел за ночь как никаких доказательств нету все знают на сто процентов этого нельзя лазарь четыре дня как он может когда воскреснуть когда пять минут уже мозги и атропируются почему господь сказал развяжите чтобы они развязывали веревки больше почувствовали запах тлена что игры не было не подставная фигура что он мертвый у них ничего не в одном деле нигде вот пытаясь как-то вывести на разговору нет у вас испорчены вот если написано там у них это и гил евангелие написано а евангелие не такое было про который в то время говорится какое было не знаю он не знает понимаешь какие-то одержимые бесовская все прямо бесовщина сплошная самые простые слова извращает и тут же гневается а как реагировать когда желают удачи мирские люди удачу ну а что значит удача счет это языком медленно мы поздравительно поздравляю с новым годом счет этой картинке то изменится то влиять может верующий когда молится у него как лазерный луч за небо достигает и обратно не сходит а это я желаю там здравствуйте насчет этого здравствуйте это изменится все заходят и первых всех все до одного как дела я бы тебе век не нужен ни я не делала счеты ты спрашиваешь чем мы можем быть полезны друг для друга что знаем то что другой не знает я вам вопрос не задаю никакой я знаю вы ничего не знаете ничего не своей книги не нашей а духовности у них понятия никакого не жеребцы бесхвосты валя валя валентина мне когда желает удачи я говорю а удача это бог языческий даже к вот у тему не надо входить сестра не надо у нас есть спаситель христос и мы почти того чтобы идите проповедовать евангелие всей твари евангелие добрая весть благая благая что христос умер воскрес никуда не сворачивает а не говорит там удачи там но что угодно может наговорить это не имеет значения никакого мы можем желать одно покатить и вернуть и в евангелие а это они нас враг затягивать куда то никаких разговоров не поддерживать не надо игнатий тихоныч я тут немножко начал каран студировать вот во второй суре у них 129 аят и тут они они говорят будьте иудеями или христианами скажи нет община ибрахима ханифа ведь он не был из многобожников то есть у них конкретно прям в эти цитаты идут что вы христианин все это достаточно они просто не должны даже разговаривать с нами ну тут еще кое-что есть я просто не привожу сейчас я могу об этом говорю о том говорю что нет спасителя нет спасителя жертвы то зачем барана для бараны они про образе показывали что умирает козел отпущение там а потом это пришло сегодня у меня стихотворение то считал один и и говорит а как так того ложи истолкованные сакта том что исаак который у него здрава это прообраз христа он крест несет и баран который запутался закололит это тоже христос в общем смысл то абрама этого не понимал даже ну как поймать понимать когда ничего этого не было и игнатий тихоныч вот глядите вы вы то им говорите что не спасают и так далее они вас не понимают потому что вот первая сура открывающая книгу аят 2 ну там милостивый милосердный понимаете тебе мы поклоняемся и просим помочь это четвертый аят 6 которых ты облагодетельствовал это они понимают как спасение по-другому как еще понимать дальше то он говорит вы войдете в последний день на последний суд войдете в рай конкретно говорит им поэтому то что вы говорите что они не спасаются я вот ну начал уже конкретно подходить они вас вообще не понимают как не спасаются если конкретно сказал что войдете в рай а за что войдете тоже тут говорится я могу поискать и тут и эти аяты где нужно милосердие творить добро там этим сиротом нищим это где-то во втором суре где-то 200 и там аяты идут там очень много об этом говорится ну и так далее вот они поэтому а конкретно спасителя какой они вас и не поймут никогда потому что он милосердный и там прощающие так далее ну вы сами читали ну тогда другой вопрос состоит так как так адам что он сделал плохого-то адам-то но взял там цену доходы на больше ста миллиардов за этот грех то вот на это ответьте если бог прощает и милостивый кого-то бы помиловал но все умирает а раз умирает значит грех внутри человек который греха нет не умирает возьмись за грех смерть а греха нету и смерти нету да у них и после смерти оказывается если они вспомнят аллаха то их им прощение уже у них все по-другому но они тут называют религию аллаха прям конкретно религия аллаха называется это если произносить ладно давайте вопросы по делу я просто сказал что речь идет только христе спасители вести нет спасения тебе возвестили все оставайся анафема тебе никто не приходит не приходит не приносит учения что иисус пришел во плоти первое послание она от от сатаны от антихрист и все засчитал ему до свидания не надо ее не убеждать ничего сказать что вот что написано ваша книга выпаде идите у нас другом есть еще не да я не доказываю я говорю и вот написано где а что он говорит испортили нет небо и земля предать не придет я останется не прибавляй к словам и чтобы он не обещал тебя прище 30 6 стих не прибавляю а вы столько прибавляете ну вот и все то есть я доказываю неповрежденное слово божие и перевод и что бог господь бог в другом измерении адам вкусил но бог ему смертью горит умрешь смертью ну тут еще понятно было но дальше то умирает и сын его умирает правнук и до сегодняшнего дня я должен умирать а зачем умирать потому что водами все умирают я круто поясни если ты понимай не понимаешь так а как ваша смерть это избавиться то но прощает как у нас просить когда не прощает так еще бог не всемогущий всемогущий да не нашем понятии он не может отречься себя не может не может изменить словосы не может он не может отречься себя и стал гать не может отсюда теперь жертва христа которая превозмогает и более покрывает если бы миллион таких было галактик ты и достаточно жертвы христовой это сверх космическом измерении и поэтому только принимать или не принимать и мы еще тоже не понимаем как сын называется я на я родил тебя ну ладно так у него начала у христа есть нет начала но как-то дородил рождена несотворенно никак не знаю те понятия которые у нас которым мы пользуемся то у них значение совсем другое мы все делаем с приглядом на смерть даже радиоактивный какой элемент распадается столько-то лет у бога не так ничего не исчезает когда ломоносов открыл этот закон и сохранение веса веществ фурор был как так даже сожгли дрова то да вот теперь сколько тепла выделяется сколько дыма и все это взвесили ровно столько данного грамма переходит из одного вида в другой ничего не исчезает а то так просто было проверить и гнать и гнать а вот когда когда вот они мусульмане говорят что испорчено писание то вот вторая сура 51 аят и вот мы даровали мусе писания ну и далее то есть там ничего не говорится что исполчает так это даровали вам другое вы испортили про этого не говорил вот и весь ответ и какая сумма может так нет спорте разговор идет у них разговоре что они не исполнили его каленый клюкой надо в мозгах ворочить я ему это говорю а он нет это когда говорю оно было написано то описание это было правильное а вот его его испортили теперь а то правильно вы не знаете какое это не ошибка никакая ничего ничего общего не имеет не ваш бог не наш бог это разное совсем мусульмане иисуса христа называют и сама сих то есть мессия а в чем миссия состоит его тогда не в чем пророк говорил а сколько пророков я говорю малых 12 больших там вот показывает там 4 он не знает он говорит сто двадцать четыре тысячи мы еще ну пусть сто двадцать четыре тысячи что меняется то спасителя если нету ничего и нету не таинства не причастия не крещение вот как-то они приходили турки там у них дети рождаются и бесноватая прямо сразу с детства бесновится и они тогда их крестят приходят крестят в полное погружение а сам остается мусульманином а теперь эти-то крещенные выросли и правильный крещеный с погружением до дела доходит они приходят к епископам и говорят ну вот мы христиане а как живете по мусульмански живем но мы крещеные оказалось кресили чтобы избавиться от лукавого духа и церковь признала никакого крещения не было хотя было правильно все не было потому что не было истинной веры обман и священник крестивший даже и не знал об этом они бесноватые такое упрямство такая походливость получается сегодня когда крестят 90 процентов людей неверующие тоже нечто похожее получается ничего не известно крещеный на самом деле человек даже если правильно покрестили все это разбирается конечно вот так в живьем когда бывает встречаешься говоришь надо решиться на все это не бояться что тебя а вот и там перекрещивался тебе там положено городица не крещеный поп не крещеный и он поэтому так и старается заглушить этот голос и о чем не разговаривать только христе а христе спасители нашим может где-то что-то коснется задумается еще молчите давайте что то ну вот я вам сейчас дам 2 сура 107 яд и говорят иудеи христиан нет не так 105 яд и говорят они никогда никто не войдет в рай кроме иудеев или христиан 107 яд и говорят христиане иудеи ни на чем они читают писание аллах рассудит между ними в день воскресения то есть если христиане иудеи читают писание так то тут не говорится о том что они извратили его а то что они не исполняют его дело все в том что не от ни одно ни одного слова описание нету которое дали иудеям дал аллах а он в начале говорит в этом аяте что я послал то что я дал тебе то есть он говорит этому пророку их играет и тем которые были перед тобой то есть нету тут ни одного слова о том что испорчено писание это они от себя что-то придумывают и все да и коран тоже много раз измененный я видела в кратком это абзацы берут из всего евангелия вот тебе и коран в одном коране я читала в конце обращайтесь к первоисточнику а первоисточник писание библия вот у них тоже много раз переписано было пусть на свое смотрят вот лишь как мы уже с ними начинаем конфронтацию держать не надо этого много раз сколько раз проси нас мы тоже не знаем не в этом дело господь я бодрствую над словом моим и знаем как переписывали в каждой строчке считались буквы и на полях писались более тщательно ни одна книга не переписывал все на этом закончен разговор а мы уже перешли на них у вас тоже такое но это бабки у колодца вот по 152 сура 115 аят те кому мы даровали писание читают его достойно достойным чтением те веруют в него а если кто не верует в него те будут в убытке вот о чем идет речь то какое писание где и ничего не поймешь они там сами запутались чё говорят имамы или там кто у них там вот и все видишь мы уже как опять глубже я не советую эти слова даже говорить за свидетельство на христе о спасении все на этом закончен разговор не надо мы вызываем на себя то что не надо вызывать я вот скинул сейчас для ознакомления вот эти некоторые стихи из их книги по поводу писания не надо ничего не надо не не касаться евангелие от марка мы считаем и все а дальше что они говорят это не имеет значения мы даже засвидетельствовать ни на что не с меры потому что все это дым и пыль ничего не будет господь придет и ангел лез по небу одну и одно такое вещи евангелия все остальное сгорело вот накажен не надо этим я углублялся когда-то поп понял не надо ничего после первого второго разумления отвращайся они геретики как обыдлого постал пишет титул будущее самоосужден то есть сам себе вынес приговор а я его буду тянуть ему засвидетельствовать надо не больше того языки или 318 них ничего оттуда не брать никак и гнатик вы же сами нам читали там 5 аят 47 60 и 66 тогда как-то сами придите к разумению к этому да и все я говорю что вы с ними там беседы проводите все я говорю вот это сказать только сказал рождение христианство религия чё тут непонятного можно не говорить я только показал что который нападает и он и они это не опровергают я спрашиваю четко и ясно надо тоже знать что сказать люди писания в каком веке это было сказано у вас ну там седьмой век а каком писание речь идет писания никакого не было речь идет о христианах была только библия люди писания а была у них да и и не было но обучение то это было и больше ничего не надо и бам данный жил евангелие я еще доказываю то он опровергать начинает потом сразу раз выключает и убежал это девяносто девять с половиной процентов на работах делают мгновенно сразу раз скидывается и то есть эта тема полностью закрыта для разумения им христос умер и воскрес все а то что не воскрес а только дьявол может говорить лжец как у него следа же иудеи до этого не додумали цвет украли его тело раз которого спинали а это даже не не было делал дело дьявол меняет тактику дьявол никаких тут не откровения не надо еще против христа идет кто антихрист не надо я не ни к чему не касается где-то написано улице кто-то закрещал или как всякое слово дьявола если не так говорит как мы аннафе моему галатам 18 куда лучше то по делу вопросов нет серёжа зови на молитву вплотную подошли а можно вопрос да пожалуйста всего доброго есть святые мученики вот тоже я не понял что есть у них святые и мученики да святые и мученики сами себя подрывают они все в раю по их мнению он взорвал там 100 детей погибло это все хорошо женщина себя взорвала самоубийцы но это ясно дело что у нас это все от дьявола считается по-другому никак нельзя рассудить мужчине они им так подклоняются но вот этот фильм то королёк птичка певщи это когда она была постана в деревне учить а то бабка то и в она подходит и который моего у нее гробница и она к нему обращаются они посчитают и буддисты посчитают там никак у нас там мощи лежат с крюселой нетленные а у них они как будто кровь пульсируют лежит как живой а уже 300 лет это тернес это молдаков как его ездит туда ягод к пещере стал подходить а у меня там такая энергия меня отбросила назад он не видит что дьявол его уперся и пускает у нас сегодня еще сестер то совсем мало тут сейчас молиться будем наташа помолись давай сергей поясни достойно прославлять тебя богородицу всегда блаженную и непорочную матерь бога нашего ты достойно большей почести чем херувимой по славе своей несравненно выше серафимов ты безболезненно родила бога слова и как истинно богородицу мы тебя величаем а наталья это кто а я подумал что высота я здесь нету то допустим елена помолится у меня тут не отображается я не вижу я кратко господи благодарю тебя за все за то что ты нас собираешь у ног твоих позволяешь слушать слова писания братьев и сестер за отца нашего духовного духовного игнатия благодарю тебе все аминь 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 это истина а не все аминь да будет так спаси христос аминь брат игр я там скинул вам материал почитайте спаси христос я тут уже студирую коран этот мне задолбал этот коран ну там вот как раз по теме искажения вот этот наработка чтобы я читаю сам сейчас все выпишу что хочу все потом там небольшой три страничке там прочитайте шоу просто наперед я буду большой я уже тут напишу в полный рост я что не видишь я уж те сколько там этих аятов прочитал